Познакомить с использованием электрического тока в быту, сформировать навык безопасного с ним обращения, предупредить детский электротравматизм, воспитать бережное отношение к электричеству. Именно для этого пришли в лице номер один специалисты славянских электрических сетей филиала ОАО «Кубань Энерго». Сегодня невозможно себе представить жизнь человека без электрической энергии. Электричество – наш верный помощник дома и в школе, на работе и на отдыхе. Но оно становится очень опасным для жизни человека, если с ним неправильно обращаться. Чтобы не попасть в беду, каждый должен запомнить и соблюдать несколько простых правил, о которых специалисты славянских электросетей рассказали ученикам начальных классов в лицее номер один. Мы как специалисты считаем своим долгом довести до всех и каждого информацию по безопасному обращению с электроэнергией. Единственное, что начинаем мы всегда с самых наших маленьких, с наших детей. Это наше будущее, и мы обязаны, не то что даже должны, а обязаны обезопасить их, чтобы у них было далёкое и большое светлое будущее. Специалисты электросетей проводят уроки по электробезопасности в рамках программы «Безопасная энергетика. Счастливое лето» каждый год в течение трёхлетних месяцев в районах, входящих в состав филиала ОАО «Кубань Энерго» – Славинском, Красноармейском и Темрюкском. Цель проводимых уроков – привлечь внимание людей к проблеме детского электротравматизма, предупредить несчастные случаи на энергообъектах и сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством. Я так считаю, что такие мероприятия должны проводиться в школах, для того, чтобы дети знали правила поведения и обращения с электричеством. Спасибо, конечно, нашим электросетям, которые решили провести такое мероприятие для наших детей лицея номер один. На открытом уроке по электробезопасности школьники узнали, что такое электрический ток и как опасен он для жизни, откуда поступает в наш дом электричество, познакомились с правилами безопасного обращения с электроприборами. Я узнала, что нельзя мокрыми руками лезть в розетку, в щиты. Если щит открыт, то надо сказать взрослым, чтобы они позвонили и закрыли щит. Когда вилку всунули в розетку, нельзя ее дергать за провод, потому что можно ударить током. Надо держать розетку одной рукой, а другой рукой вытаскивать вилку. Я буду соблюдать все правила для того, чтобы со мной ничего не случилось. Я обязательно расскажу об этом всем моим друзьям и знакомым. Мне понравился урок, я на нем узнал много интересного про электричество. Мне понравился урок. Я посоветую друзьям своим, чтобы они тоже это знали и чтобы не было никаких травм. Профилактика электротравматизма остается одной из приоритетных задач, которую ставят перед собой специалисты славянских электрических сетей. И главная задача – доступно и понятно объяснить детям основы безопасного поведения с электричеством. Надежда Неткачева, Сергей Тимовский, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!